В общественном транспорте представители межведомственной комиссии, которая ежедневно проверяет соблюдение масочного режима, пассажиров без средств защиты органов дыхания могут привлечь к административной ответственности. Представители полиции уполномочены составлять протоколы об административном правонарушении, которые затем направляют в суд. Размер штрафа до 30 тысяч рублей, а при повторении нарушения до 50 тысяч. Мы призываем всех жителей соблюдать масочный режим, не упорствовать в этом и надеяться, что если в дальнейшем также будет у нас статистика идти, не исключаем, что в каком-то скором времени будут какие-то приняты новые решения. За прошедшую неделю в суды направили 10 протоколов. Всего с сентября 2020 года оформлено 2002 административных материала, в том числе за текущий год 1023 протокола. В общественном транспорте проверяют и сотрудников транспортных предприятий, которые во время рейсов также обязаны находиться в масках. У нас в транспорте работает служба КРО, контрольно-ревизионная служба, которая проверяет наличие билетов и наличие защитных средств. Если пассажир находится без маски, в культурной форме, ему предлагается надеть это защитное средство. Жители города к правилу нашения масок уже привыкли. Ну конечно, нужно же слушать руководство, чтобы поменьше заболеваемости было. Я постоянно в маске. И в лифте маски, и в транспорте маски. У большинства пассажиров маска с собой, и ее надевают без напоминания при входе в салон. Сохранять маску на лице необходимо до конца поездки. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.